Девушки отдыхают Сейчас у нас будешь красивый, сейчас будешь красивый Вот так красиво А может мы это, того? Вы что делаете? Ты что, коза? Я тебе башко дару Куда? КОНЕЦ 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 Подросток лет 15-16 Избит На нем живого места нет Часы разбиты Один из ударов, видимо, пришелся Прямо в циферблат КОНЕЦ КОНЕЦ Телефон дорогой, значит, не ограбление Петрович, позвони, давай ты, а? Нет Я в прошлый раз звонил, у меня нервы не железные Ну не могу я о детях говорить Будешь должен Спасибо Алло, Клеб? Майор Круглов Федеральная экспертная служба У меня для вас плохие новости КОНЕЦ Что у тебя? Кровь в пакете Я так понимаю, что ему этот пакет на голову набросили И долго били ногами Убитого зовут Глеб Скворцов, он живет вот в этих домах Мать Ирина Александровна Его ночь И уж что странно, она почти не удивилась смерти сына Обрати внимание на его брови Аккуратно выщипаны Теперь посмотри сюда Это маникюр А теперь посмотри, что он носил Женские тросики? Похоже, этот парень был нетрадиционно ориентирован Формы близости могут быть разные Но специфических признаков гомосексуализма не обнаружено Глеб не был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации Извините А как же все это? Он всегда чувствовал себя девочкой Ошибка природы Мальчик родился не в том теле Вы меня простите, а ваш муж Может, это он как-то повлиял на сознание? Отец его Замечательный человек Он так радовался, когда Глеб родился Мы радовались А где сейчас этот замечательный человек? Дима не выдержал всего этого Глеб с самого раннего детства был Особенным Играл в куклы Любил наряжаться в платьице Вашего мужа это напрягало? Не то слово Он его пытался переделать Дарил ему машинки, роботов Потом спортом заставлял заниматься Хотел сделать из Глеба мужика Тогда это напрягало Глеба Еще как Однажды Муж разбил всех кукол Глеба С Глебом истерика переключилась У него же и так психика ненормальная Он задыхаться начал Я на мужа наорала Кинула в него чем-то Тогда он первый раз ушел из дома Потом Потом второй, третий Однажды ушел и не вернулся Простите Да не извиняйтесь вы Мне постоянно такие вопросы задают У Димы все хорошо Он девицу нашел себе Молодую Вадим с ним общается А кто это Вадим? Старший сын Брат Глеба А какие отношения между братьями? Хорошие Вадим всегда защищал Глеба От всяких идиотов И в дворе И в школе Мальчика ударили ножом Четыре раза Первый удар пришелся в руку Циферблат часов Глеб пытался защищаться Остальные три В район солнечного сплетения Задета брюшная аорта И блуждающий нерв Смерть наступила быстро Да Проличь дыхания И остановка сердца Значит у нас есть точное время смерти Двадцать пятьдесят А что в такое позднее время Глеб делал в парке? Возвращался из музыкальной школы По какому предмету? Фортепиано Я думала его встретить из музыкалки А потом решила, что Мальчик взрослый уже Обидится еще Работа у меня А где вы работаете? У меня салон красоты Маленький Несколько человек Я там сама с утра до ночи Покалываю Нам деньги очень нужны были большие Учеба требует Много денег Я хотела увезти Глеб На Дальний Восток Вы думаете Там к нему относились бы лучше? В Китае В приграниченных с Россией Городах есть клиники Там можно недорого Сделать операцию По перемене пола Я все узнала В парке обнаружено тело Девятиклассника Глеба Скворцова Установлено, что Мальчика убили Несколькими ударами ножа У Глеба Женственные черты лица Он носит женское белье И делает маникюр Мать убитого Ирина Поясняет, что Глеб с самого раннего возраста Ощущал себя девочкой Ирина Скворцова Рассказывает, что Собиралась переехать Вместе с семьей В приграничный город На границе с Китаем В Китае Ирина Планировала сделать Мальчику операцию По перемене пола Ну какая операция Он слишком молод был Для этого Никто не стал Обменять пол Пятнадцатилетнему подростку Плохо ты знаешь Наших китайских друзей Им только деньги плати Ну у него же Организм перестраивается Гормоны в крови бурлят Ну и же Гормональная терапия А ты представляешь Какие это деньги Долго Дорого Но в Москве У Глеба Все равно жизни не было На сумке погибшего Куча пальцевых следов Которые ему не принадлежат И на обрывках Нотных тетрадей Куча чужих пальцев Ну наконец-то Мы пришли К общему мнению Это было не первое Нападение На Глеба Скворцова Месяц назад Его избили Во дворе школы Вот сейчас фотографии Вам покажу Вот пожалуйста А что у него на щеке Вы знаете Я тоже заметил У него на руке Тоже такой след Я думаю Что это Ну скорее всего След от Застежки молнии Известно Кто его избил В прошлый раз Трое одноклассников Вот пожалуйста Первый Анатолий Погорелов Второй Это Виктор Лосев Третий Савелий Обухов На молнии куртки Виктора Лосева Есть аппетель Убитого На сумке И нотной страде Глеба Скворцова Обнаружил печатки пальцев Обухова И Погорелова Я понял Они трое Принимали участие В убийстве Одноклассника Ну не все так просто На одежде юных негодяев Крови нет А там не должно было Ее быть Они натянули Ему на голову пакет Чтобы он никого Не видел И кровь осталась Внутри пакета Николай Петрович Не слышите Она похожа не в материале На ботинках Обухова Есть все таки кровь Знаешь что Я обуви не занималась Ой Не тянет на оправдание Я вообще-то не собиралась Ты сам начал Так успокойтесь Мне в допросную Ай-ай Ладно Живи пока Да случайно мы его встретили Муз бухать стал Дали ему по башке слегонца За что? Да Это что он урод Гомик чертов Толя! Что Толя? Ух ты Откуда в нем Столько злости? От страха Все непонятное пугает Он так защищается А что это за мужчина Рядом с ним? Это Юрий Сергеевич Трофимов Классный руководитель Его и Глеба Что было дальше После того Как вы избили Глеба? Ко мне пошли Пиццу заказали Ты что побежал-то, а? Я думал, менты едут Круто я С пакетом-то придумал Во! А ты видел, как я его ногой? Слушай, пацаны Погнали ко мне У меня прятки Свалили Пиццу закажем, а? Вообще Крайся Алло Я хочу пиццу заказать Да, да Одну Большую Свечевую, да, да И колу еще Адрес Красный, партизан 4 Ага Слушай, че ты Разъездили с нами? Квартира 10, говорю Глушники что замучили? Ага Да не убивали мы Глеба Мы когда побежали Он на ноги встал Почему побежали? Там машина с мигалкой поехала Мы до милименты едут Ну, полицаи, то есть Вот здесь Вот здесь на куртке разрез Мы думаем, что вы Случайно порезались Когда убивали Глеба Или кто-то из приятелей В толчье полоснул Да это брат этого гомика Вадим Мы когда у школы прикалывались Он нож достал Вот так красиво Куда? Стоять тварь Я замочу Отвалили от него Ты что? Валя, Валя, Валя Валя, Валя Мы сумасшедшим Валя, парни Этот урод меня чуть не зарезал Да, Андрей Николай Петрович Тут ошибочка вышла Кровь на обуви Савелия Обухова Она не человеческая Собачья кровь И еще У него на ботинке Слюна собачья Ну, не знаю Ну, наверное Можно вас на минутку? Можно Здесь Сергей Ничего не трогай Я извиняюсь Я слышал ваш звонок Скорее всего Это кровь моей собаки Пройдемте Как она оказалась На его ботинках? Неделю назад Ее кто-то отравил Точнее, я знаю Что это сделали мои ученики Но доказать не мог Ну, продолжайте Месяц назад Погорелов, Обухов и Лосев В очередной раз Избили Глеба Стелла кричала Чтобы его отпустили А я услышал крики Стоять тварь Снег замочу Отвалили от него Тише Что? Валим, валим, валим Валим, валим Валим, валим Он сумасшедший Валим, парни Че, нормально? Что это происходит? А вы сами не видите? Эти уроды вы чуть не убили Я отведу тебя в трампунт Никуда не пойду Нет, пойдешь Эти потомки должны быть наказаны Вадим, ты пойдешь с нами Я заставил снять побои Чтобы в полиции Завели дело на них А потом У меня начались неприятности Вы по собаку? Не только У меня машину разбили Стекла Колеса порезали Прошу А кто такая эта Стелла? Она дружила с Глебом? Я бы не сказал Просто одноклассница Я слышал Она встречается с его братом Ну да, мы встречаемся И что? Я просто пыталась Глеба защитить У Глеба вообще Друзей не было Все этих троих боялись Которые его убили А что, учителя Вашего брата Защитить не могли? Да им всем плевать Думаете, Юрию Сергеевичу Не все равно Он этот скандал С побоями устроил Чтобы погорелов С компанией прижать Зачем прижимать? Да они ему Уроки срывали Чуть ли в лесу они посылали Не только его А теперь у классного Рычаги давления на них появились Он же у нас физика Он думал, что их из школы уберут А может и посадят Размечтался И чем кончилось? Да ничем Все замяли У погореловой Мать депутатша Вот она все и решила Я сначала думал Что это полоса такая в жизни Черная А потом в журнале нашел Записку Какую записку? В ней говорилось, что это Погорелов, Обухов и Лосев Разбили стекла И отравили крысиным ядом Собаку Кто ее написал? Я не знаю У вас есть образцы Почерка всей школы Вы могли бы сравнить Ну хотя бы В первом приближении Записка была напечатана Тогда почему вы ей поверили? Мало кто что напишет Собака действительно была Отравлена крысиным ядом Но все это оказалось Бестолку Доказать ничего не смогли ФЭС расследует убийство Девятиклассника Глеба Скворцова Погибший с раннего детства Ощущал себя девочкой Мать убитого подростка Собиралась переехать с семьей На Дальний Восток И там в приграничном китайском городе Сделать ему операцию По перемене пола Глеба неоднократно избивали в школе Трое одноклассников Анатолий Погорелов Савелий Обухов И Виктор Лосин Классный руководитель Глеба Юрий Трофимов Вступился за подростка После этого Погорелов с приятелями Разбили учителю машину И отравили его собаку Ну, что я тебе скажу, Кость Бумага заляпана и учителями И директором От начальных следов Здесь ничего не осталось Может быть, этих подростков Допросить как следует? Допрашивали уже И водили к директору И детскую комнату полиции А иголки под ногти Ну, или зубы клещами драть Где ж ты раньше был со своими советами, умник? А пойдем покажу Проверял Геоположение мобильных телефонов подозреваемых Около девяти вечера они были в парке Где же им еще быть? В двадцать пятьдесят шесть Анатолий Погорелов позвонил в пиццерию Звонок был записан Службой клиентской поддержки Уважаемый абонент Ваш разговор записывается Алло, я хочу пиццу заказать Большую Свечуну, да, да Николу еще Адрес Красный, партизан 4 Ага Слушай, что это я разъездил с ним, а? Квартира десять, говорю Глушники, что замучили? На записи слышны голоса всех подростков Ищу сирену оперативной службы И что? Смотри Вот парк Вот дорога, по которой шли подозреваемые Рядом с парком проходит дорога в форме петли Машина с сиреной ехала по этой дороге? Да Еще в день убийства Рядом с парком горел автомобиль На его тушение приехали пожарные, скорая Потом полиция Одна из трех сирен испугала подростков Они прекратили избиение и побежали Еще есть одна сирена На записи звонка в пиццерию И все машины проехали около девяти часов вечера Это сигнал пожарной машины Нет, не она Посмотри на эти пиковые значения Амплитуда другая Дай полицию послушаем Поставь сигнал в записи разговора Слушай, чьи ты разъездились там, а? Квартира десять, говорю Нет, я даже на слух отлечу, не она Сам слышу Остаются скорые А вот это кажется то, что нужно На записи спицерии звучит сирена скорой помощи Так, нам надо точно определить В какой точке парка находились подростки В момент проезда скорой помощи Ты как себе это представляешь? Взять проедет скорая помощь Я с мобильного Погорелова звонил в спицерию И они записывают звук А со своего мобильного ты позвонить не можешь? Нам надо точно воссоздать условия Которые были в день убийства Зачем? Ну, получим громкость сирены Сравним ее с той, что на записи в спицерии Тогда давай для достоверности Кому-нибудь морду набью, а? Ну вот Не усложняй Скорая поехала Звук передали Скорая на исходную позицию Я не вижу машины Она за деревьями, ты ее не увидишь Скорая готова? Пиццерия, включай запись Скорая поехала Пошли Валерия Николаевна, уровень сигнала сирены скорой помощи максимально совпадает с записанным в пиццерии вот в этой точке В этом месте дорожка в парке располагается ближе всего к проезжей части Вот здесь убили Глеба Скворцова до точки, где подростки позвонили в пиццерию Два километра Точное время убийства Глеба 20-50, а пиццу они заказали в 20-56 Ну, два километра за шесть минут Могли успеть Могли, если бы они были кандидатами в мастера спорта по бегу на средней дистанции А не подростками, любителями пива Получается, что всю эту работу, которую мы провели, это только для того, чтобы оправдать трехмаловедних подонков Подонков? Но не убийц, которые режут людей ножом А я, кажется, знаю одного человека из окружения Глеба, который ходит с ножом У тебя же проблемы из-за брата В школе тебя как называют? Голубым тебя называют Говорят, что ты со временем станешь такой же, как брат В школе как тебя называют? Голубым тебя называют Нормальный, а в последнее время у тебя вообще жизнь стала невыносимая До того дошло, что ты от одноклассников Глеба стал ножом отбиваться Что вы от меня хотите? Я вот так, знаешь, подумал Надоело тебе все это Ты брата-то и зарезал Что, с ума сошли? Ты мне еще похами Я тебе куша оборву Нож где? Выбросил В карманах что? Доставай, доставай Ну, как-то оно лучше, да? Ну, кровь Я не убивал брата Не убивал Пойдем Пошли, пошли, давай Пойдем 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 Ну, что и требовалось доказать На ноже Вадима Скворцова Кровь его младшего брата На куртке тоже, скорее всего, кровь Глеба Он так вот защищал он его Защищал, а потом взял и зарезал Думаю, дело не в этом Глеб разрушил семью Скворцовых Отец ушел А семья уезжает вообще к черту на куличики Вадиму не обязательно было ехать с матерью Он мог остаться в семье отца Кому он там нужен? Папиной молодой жене Я думаю, она своих планировала Куда ни кинь, всюду клин Поэтому Вадим решил вопрос радикально Я правда не трогал Глеба Тогда как на твоем ноже оказалась его кровь? Понятия не имею Он меня хотел поблагодарить А я его ударил Может так и испачкался Потом поднял нож и ушел Давай договоримся Ну, я не знаю Я тебе нарисую Состояние аффекта Или может он там Случайно Напоролся на нож Четыре раза Я вспомнил Его эти уроды постоянно на школьном дворе избивали Одноклассники Они всегда его доставали Отвалили от него! Тише, кто? Валим, 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 валим Валим, валим, он сумасшедший Валим, парень Че, нормально? Что тут происходит? А вы сами не видите Эти уроды вы чуть не убили Я отведу тебя в трампу Я никуда не пойду Нет, пойдешь Эти подонки должны быть наказаны Вадим, ты пойдешь с нами Я не могу, у меня ЕГЭ Спасибо, Вать Пошел ты Эти уроды меня уже достали Это ты меня достал Я только из-за матери с тобой общаюсь Пошел ты Райан, девяти вечера в день убийства Где ты был? Дома сидел, кино смотрел Чего за кино? Эротическое Из интернета скачал А-а Ничего не а Просто посмотрел У меня шесть уроков было А потом сразу курсы по ЕГЭ К вечеру и так башка не варит Тихо Котов, слушаю Сейчас буду Да Здесь пока посиди Да, да, да Наслаждаюсь Стелла А вы здесь зачем? Я по поводу Вадима Вы его арестовали Почему же сразу арестовали? Просто задержали Привоясняем обстоятельства гибели его брата Вы его подозреваете Я же по глазам вижу, что подозреваете Вы хотите что-то сообщить? Он не убивал Я это точно знаю Очень хорошо Спасибо Спасибо Всего доброго Был приятный Поро будешь девушку Он в тот вечер был у меня Так чего же он молчит? Ему тюрьма грозит за убийство Это я просила, чтобы он молчал Зачем? Мы с ним спали Во время убийства Глеба Телефон его брата Располагался в зоне покрытия Этой вышки сотовой связи Насколько я понимаю Внутри этой зоны Находится и парк с местом убийства И квартира Скворцовых Да А вот квартира Стеллы Лазар Расположена вот в этом доме То есть вне зоны действия Значит Стелла врет Ну с одной стороны может и врет А с другой стороны он мог телефон дома оставить В любом случае Если Стелла спала с Вадимом У нее дома могли остаться следы Хотите мы педагога позовем? Или родителей? Да вы что? Они меня убьют Мы не можем проводить Официальных следственных действий В таких вот условиях Ну а как же тогда? Я же сама Назовем это Оперативные мероприятия Руку кладите Зачем? Нам нужно отделить ваши отпечатки пальцев От следов рук Вадима Кладите руку Давно спите с Вадимом? Второй раз Ну я просила, чтобы он никому не говорил об этом На постельном белье нет следов близости Я недавно сменила постель Это неправда Белье менялось по крайней мере неделю назад Я постелила другое чистое А потом опять Обратно постелила В вашей комнате найдены Фрагментарные следы пальцев рук Вадима Скворцова Ну я же говорила Им не меньше недели Вечер убийства Вадим к вам не приходил И любовью вы не занимались Зачем вы все время варьете? Я Я люблю Вадима Я его правда люблю Я смотрел кино Ждал Глеба из музыкалки А еще мусор пошел выбросить Точнее не так Пожарные в соседний двор приехали Там машина сгорела? Да А вы откуда знаете? Не важно, продолжайте Я пошел посмотреть, что случилось Заодно и мусор выбросил И что вы там видели? В машине мужик какой-то сидел Пожарные его вытащили Положили рядом с машины Но он обгорел совсем Кого-нибудь из пожарных запомнили? Да не особо У дядьки одного Усы вот такие были А врачи скорой Что про них можете сказать? Там скорая была Я даже не знаю Я ушел сразу Неужели не интересно было? У меня кино на стоп-кадре осталось Я боялся, что мама придет и увидит На подошве ботинка Вадима Скворцова Я нашла след триэтаноламиновых солей Первичных алкилосульфатов Это хорошо или плохо? Это пожарная пена, Николай Петрович Вадим наступил в нее Во время тушения машины Он мог наступить в пену На любом другом пожаре Вот смотрите Вот это командир пожарного расчета Тушившего сгоревшую машину Вадим говорил об усатом пожарном Это ничего не доказывает Он мог видеть запись тушения пожара В интернете Да нет ее в интернете Я сделала несколько десятков запросов И потом Вадим не знал Что это может быть его алиби Получается Вадим стоял у машины В промежутке между приездом пожарных и скорой В то самое время, когда убивали его брата Свободен Вы ведь найдете убийцу? Наверное найдем Тебе-то что, ты же его ненавидел? Это я со злости сказал Я себя теперь простить не могу, что его убили Ты здесь ни при чем Ты его защищал Все, иди Глеб обычно всем возвращался после музыкалки В парке полно народу А тут ему специальность на два часа перенесли Когда перенесли? Пару дней назад Да какая разница Мне надо было его встретить Иди Погоди-ка А вы все из-за этого гонек Еще раз скажешь такое слово, я тебе уши оборву Не имейте права Заткнись Ты сказал, что вся ваша компания случайно наткнулась на Глеба Откуда тогда взялся пакет, который вы надели ему на голову? Я не знаю, в парке валялся Тихо-тихо-тихо Пакет был абсолютно чистый И кроме крови Глеба там ничего не было Вы его с собой принесли? Специально? Сейчас Вы откуда знали, что Глеб через парк в это время пойдет? Да мне Машка сказала Ну, кто такая Машка? Подруга моя Она слышала, что Стелла разговаривала в туалете с братом Глеба Вадиму? Да Она сказала, что Глеб закончит в 15.9 и будет идти через парк А еще Стелла рассказала Вадиму о том, что одноклассники хотят разобраться с ее братом За что? Глеб написал записку, который сообщил, кто именно разбил машину и отравил собаку учителя А Маша, стало быть, подслушала и рассказала все Погорелову Да, а Погорелов со своими дружками решил отомстить Глебу и подкараулил его в парке А на самом деле, до этого звонка Погорелов не знал об авторстве ее записки Получается, что Стелла сама его случайно и выдала А когда Стелла звонила Вадиму? После седьмого урока, в три часа Странно Эксперты выяснили, что в это время Вадим сидел на курсах подготовки к ЕГЭ Стелла говорила несколько минут Он не мог так надолго отвлекаться Ты не поверишь, но Стелла в три часа не звонила Вадиму Она вообще никому не звонила Кому же она тогда все это рассказывала? Ну так Маше рассказывала Она знала, что та сидит в кабинке Поэтому и слила ей всю информацию Зачем? Она знала, что Маша подруга Погорелова И знала, что она передаст ему этот разговор Андрей, ты ерунда какая-то Стелла единственная, кто нормально относился к Глебу Ее даже били за него Зачем ей подставлять? Ты чего замолчала? Кажется, я поняла Жизнь Глеба стала невыносимой Его мать решила вывести семью на Дальний Восток Сделать Глебу в приграничном госпитале Операцию по смене пола А ей здесь при чем? Пусть уезжает куда хочет Вместе с Глебом она решила Увести и его брата Вадима А у вас с Вадимом большая любовь Предотвратить отъезд нужно было Только одним способом Ликвидировав причину То есть самого Глеба Разрешите, Галена Головна? Разрешаю Родители Стеллы владеют небольшим магазинчиком Там стоит принтер Записка о разбитой машине И отравленной собаке Была напечатана на вашем семейном принтере Стелла, почему ты просто не сказала об этих парнях? А ей не надо было просто Ей нужно было, чтобы их обвинили в убийстве Глеба Кто на самом деле его убил? Как кто? Стелла На ремешке ее часов Кровь Глеба И в шве вашей обуви Тоже его кровь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я хотели убить. Там виноват! А что будет с его одноклассниками, которые его избивали? Скорее всего, получат маленький срок. Или даже условный. Первая судимость – хороший адвокат. Когда мне сказали, что Глеба убили, я даже не удивилась. Я хотела его спасти, но не успела. В его смерти нет вашей вины. За всю жизнь он не сделал людям ничего плохого. Он даже никого не ударил ни разу. За что? За что его все так ненавидили? И школы, и дворы. Все вокруг. Не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!